Всем, кому не хватает энергии, весть из полей отечественных технологий. Тюменский бренд Кейс Гуру наращивает энергию и предлагает гражданам пауэрбанки для рабочих и бытовых задач. Тем, кто постоянно в командировках и разъездах, тем, чей бизнес нуждается в непрерывной связи. Для граждан, которые постоянно на работе, CJ Power Multi заряжает с проводами и без сразу три устройства – ноутбук, телефон, наушники с технологией ускоренного заряда. Социальная статистика говорит, что население устало и забывает заряжать даже пауэрбанки. На помощь приходит CJ Power Pro с мощным запасом энергии. Корпус держит до 220 кг нагрузки, а весит меньше стакана с водой. CJ Power Slim помещается в кармане и спасает в ответственный момент. Подходит всем устройствам с быстрой зарядкой и корпусом из авиаалюминия. Срочно позвонили, а телефон сдох, заряди за минуту и реши проблему. По данным на текущий год люди отказываются от проводов. Цитата «Я не выдерживаю эту ношу». CJ Power Magic с беспроводной зарядкой Magic Safe решает проблему шнуров и тяжести в рюкзаке. Тюменские пауэрбанки CJ Power для тех, кто ценит надежность и эффективность – целая электростанция в кармане. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Там же промокод POSTPOW на скидку 200 рублей. Отзывчивый сервис быстро доставляют и решают проблемы населения. В России наконец открыто полноценное и масштабное производство компьютеров, серверов и ноутбуков. А также импортозамещено 26 материалов чистой химии для Микрона, но обо всем по порядку. Очень тяжело разубедить скептиков в том, что в России никогда не будет независимого производства чипов. Практически каждый раз, когда мы рассказывали про неокры по российским литографам, в комментариях говорили, литографы сами по себе ничего не дадут, нужны установки травления, осаждения и другое оборудование. Когда появлялись новости о неокрах на установке травления, осаждения и другое оборудование, в комментариях начинали писать, что оборудование не будет работать без чистой химии, а ее в России-то нету. Когда появляются новости о неокрах уже по всему включая чистую химию и даже персонально про фоторезисты, то в комментариях начинают писать, что все только в планах. Неокры могут закончиться и неудачей. И России до чистой химии, как до луны. То, что неокры могут закончится удачно, скептики почему-то в расчет не принимали. В общем, сложно разубедить людей в их вере в то, что в России никогда ничего не будет. Даже показывая им не только контракты и взявшиеся за них институты, но и обрисовывая весь сопутствующий политический контекст, который просто не дает государству другого выбора. Согласен, думать сложно, проще тыкнуть пальцем на готовый продукт. Что же, первые продукты начали появляться. Как мы и говорили ранее, в 2024 году у нас уже начинает появляться то, о чем мы говорили 2-3 года назад, и за что не раз получали в комментариях. Итак, в начале этого года появилось сообщение, что завод Micron аттестовал к применению в серийном производстве 26 российских химических материалов для производства микросхем с топологией 180-90 нанометров. Еще 28 находятся в разработке. Например, суспензию для химико-механической полировки полупроводниковой пластины. Материал успешно прошел испытание. Суспензия используется для выравнивания поверхности межуровневого диэлектрика и позволяет формировать надежные электрические соединения в системах с многоуровневой металлизацией. Генеральный директор завода Micron Гульнара Хосянова сообщила, что предприятие готово полностью перейти на использование сверхчистых материалов в своих технических процессах. Эта информация в качестве дополнения к недавней новости про то, что новые литографы Micron в 2,5 раза увеличили производство чипов для документов и банковских карт. То есть, помимо оптимизации процессов и масштабирования производства, завод еще и переходит на российскую чистую химию. Так что неокры завершаются удачно. И намерения стать максимально независимыми в производстве чипов тоже у властей имеются и всячески преследуются. Кстати, теперь заметил у скептиков новую фишку. Раньше они не верили в то, что Россия сможет сделать литографы, другое оборудование и чистую химию, а теперь постепенно они как будто меняют методичку. Пишут о том, что все сообщения официальных СМИ ложь. Типа Micron только корпусирует чипы для карт, а делает их за рубежом. Смешно, но до недавнего времени было как раз наоборот. Micron делал чипы для транспортных карт тройка, а корпусировались они на иностранной фабрике. Теперь же начала работать новая производственная линия по корпусированию микросхем и все технологические операции изготовления транспортных карт производятся в России. Тройка стала на 100% российской. Но скептики несомненно скажут, что это фейк или придумают еще что-то. Типа всего лишь тройка, а остальные карты. Или чип для карты, это не микропроцессор. Ну и так далее. На любом этапе можно придумать любую претензию, но это уже не важно. Мы видим тренд, и он резко положительный. На подходе отечественные литографы, отечественные установки травления и осаждения, чистая химия, а значит и отечественные производственные линии на 350 и 130 нанометров. Позже 90 нанометров на установках глубокого ультрафиолета, а затем и 28 нанометров на установках экстремального ультрафиолета. Более отдаленное будущее будет определяться как международным политическим раскладом, так и альтернативными технологиями производства чипов, которые к тому времени появятся. Ну а теперь перейдем к еще одному новому производству. В России наконец открыто полноценное и масштабное производство компьютеров, серверов и ноутбуков. Да, это не только сборка, но и полноценное производство, включающее пайку печатных плат и полный цикл тестирования и дефектоскопии. При этом радует стремление руководства компании ICL использовать отечественные материалы и компоненты, как только те появляются и достигают требующегося качества. Для качественного производства такого высокого уровня, в коем озадачился завод, далеко не все российские расходные материалы отвечают требованиям и большая их часть на сегодня отбракована. Это факт, на такие потребности в последние 30 лет никто из производителей материалов не рассчитывал. Но поиск отечественных паст для пайки и других материалов планомерно продолжается. И мы думаем, что в ближайшее время в России будут появляться материалы требуемого качества, потому что спрос на них обеспечен масштабом производства и выпускать их становится рентабельно. Вообще, чтобы организовать в России производство отечественных материалов и компонентов, нужен рынок их сбыта, позволяющий сделать вложения в эту сферу рентабельными. Экономика государства, вне зависимости от его социального строя, должна свести концы с концами. Для этого в России уже должны быть организованы крупные производства, которые смогут покупать продукцию в достаточных объемах и окупить эти вложения. Сегодня у нас как раз наступает этап масштабирования таких производств. Строятся заводы по производству техники, причем такое производство во всех областях промышленности. Например, автомобильные заводы, такие как «Москвич», которые в авральном режиме наспех загружены отверточной сборкой китайских машин. И именно эти заводы как раз и выполняют, помимо банального затыкания дыр с дефицитом легкового транспорта, важнейшую задачу – создание потенциальных потребителей российских материалов и компонентов. Когда подобных производств в России станет достаточно много, станет выгодно производить для них материалы и компоненты. Но даже уже сейчас импортозамещение идет там, где это возможно. Точно так же и с заводом ICL. В настоящее время на нем используются иностранные оборудования, иностранный текстолит, иностранная электронная компонентная база, иностранные материалы. Но из всех этих иностранных кубиков компания ICL производит то, что хочет. Как это и происходит на подобных производствах любой другой страны. Да, Россия находится в несколько ином положении, нежели, например, западные страны. Нам нужно стремиться к более высокой доле отечественных компонентов и более высокой доле отечественного производственного оборудования. Потому что в процессе восстановления своей экономики после развала 80-х и 90-х годов и затяжных безуспешных попыток вписаться в общемировой рынок на равноправных условиях, мы встречаем естественное сопротивление конкурентов в виде США. Успешно преодолеть которое сможем только опираясь на существенный процент собственной самодостаточности. Тут мы видим некий парадокс. Пока мы не восстановили свой экономический потенциал, нам нужна самодостаточность, которой в некоторых отраслях пока еще нет. Как только потенциал будет восстановлен, самодостаточность уже будет не так уж нужна. Нам и так будут продавать нужные товары благодаря возросшему влиянию в мире. Но она у нас уже будет. Стоит самодостаточность снова потерять, и опять появится соблазн нас заизолировать. Так и живем. Поэтому нам понадобится определенный уровень самодостаточности, как в собственной, так и в масштабах всей потенциальной зоны влияния России. Потому что наш основной противник в виде США никуда не денется. Да и с другими центрами силами нам в будущем тоже предстоит конкурировать. То есть наши сегодняшние усилия даром не пропадут даже в случае нормализации геостратегических отношений, до которых еще прямо скажем довольно далеко. Поэтому курс на самодостаточность – это правильный курс. При этом полная самодостаточность сегодня, как говорят некоторые эксперты, возможна при объеме населения не менее 300 миллионов человек. При таком объеме рынка сложные производства становятся рентабельными, так как достаточно потребителей, а наука и промышленность получают достаточное количество ученых, инженеров и рабочих для разработки и производства всего этого. В нашем случае формирование зоны влияния вокруг России и происходит. Мир раскалывается на несколько лагерей. Россия формирует вокруг себя экономические союзы и прямые экономические отношения с максимально возможным количеством дружественных стран. Насколько объемно это получится у нас, не знаю, но искомый рынок не менее 300 миллионов, думаем, мы так или иначе наберем. Отдельной проблемой для России становится уровень автоматизации и роботизации производства. С одной стороны, у нас недостаточно населения для того, чтобы его хватило на все. С другой стороны, роботизация требует больших вложений, которые должны окупиться, а это возможно для большинства крупнопромышленных роботизированных линий только на больших объемах, которые и формируются массивом так называемых дружественных стран, а точнее стран российского влияния. Таким образом, Россия выбрала наименее болезненный для своего населения поэтапный путь углубления импортозамещения. Благо, у США изоленты не хватает, а у нас пока есть время, купленное возможностью серого импорта. Итак, что же из себя представляет производство компании ACL? На первом этапе завод ежегодно будет выпускать 300 тысяч плат. До 2026 года мощности его будут увеличены до 1 миллиона плат. По подсчетам ACL компания сможет занять до 9% отечественного рынка материнских плат, частично заместив импорт. ACL также планирует обеспечивать материнскими платами и других игроков российского IT-рынка. Сейчас ACL выпускает продукцию, компьютеры, ноутбуки, серверы и тому подобное, преимущественно для госсектора и промышленности. Однако в его линейке уже появились ноутбуки под брендом Oseo для розничного рынка, которые уже появились в продаже. На этапе становления производства при небольших сериях себестоимость выпуска материнских плат, как правило, получается выше, чем на зарубежном контрактном производстве. Поэтому в целях уменьшения цены для конечных розничных покупателей в продукции Oseo пока используются материнские платы, изготовленные за рубежом. Однако с течением времени компания рассчитывает сделать производство внутри России более рентабельным и полностью перейти на собственную пайку и в этой потребительской линейке. Площадь завода превышает 8 тысяч квадратных метров. ACL оснастила их новыми линиями поверхностного и выводного монтажа материнских плат, системами автоматического оптического контроля и рентгеновского контроля, а также автоматизированными конвейерными линиями сборки и оборудования для тестирования готовой продукции. В общем, все сделали как надо. Более того, судя по всему, компания ACL серьезно взялась за дело, поскольку рассматривает возможность строительства собственного завода производства текстолита, поскольку их высокую потребность никто в России больше удовлетворить не может. Сейчас завод покупает лишь опытные партии российского текстолита, чтобы научиться с ним работать и в дальнейшем перейти на него. Примечательно, что стоимость завода по производству текстолита в нужном им количестве и в расчете также и на сторонних потребителей в 10 раз выше стоимости их нового завода по поверхностному монтажу печатных плат и производству конечной продукции на их основе. Производство текстолита намного сложнее пайки печатных плат. Это не только радиоэлектроника, сколько в первую очередь химия, физика и точная механика. Специалистов-технологов по производству печатных плат у нас в стране не выпускали уже более 10 лет. Поэтому сейчас ACL организовывают в Казанском национальном исследовательском технологическом университете свои кафедры по этой теме. Одновременно с НИИ нефтехимии прорабатывается вопрос производства отечественной химии, необходимой для производства текстолита в печатных платах. Так что ACL, судя по всему, взялся за работу серьезно. Думаем, что с таким основательным и всеобъемлющим подходом к производству компания может претендовать в недалеком будущем на роль одного из мировых лидеров в области производства радиоэлектроники.